В Югре расширили перечень льготников, которым положено бесплатное двухразовое питание. Решение утвердили сегодня на заседании регионального правительства. Так, питание за счет окружного бюджета теперь будут получать все дети-инвалиды, а не только дети со статусом ограниченные возможности здоровья. Сухой паек или выплату денежной компенсации предоставят несовершеннолетним из учебно-воспитательных учреждений округа. Такое предложение разработали совместно с общественностью. Откуда, собственно говоря, появился такой запрос? Активно обсуждалась эта тема в отношении детей, имеющих диагноз сахарный диабет, которые не всегда могут получить на комиссии по МПК статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья, но при всем при этом статус ребенка-инвалида, имея, они теперь также могут претендовать на двухразовое горячее питание. Это очень важно, поскольку для таких детей режим питания – это очень серьезный и нужный, важный аспект. Отмечу, что на сегодня в югорских школах особенностей в приготовлении блюд для диабетиков нет, а создание отдельных столов невозможно. Но родители могут ознакомиться с меню на сайтах образовательных учреждений и дать рекомендации своим детям. В отдельных учебных заведениях блюда заменяют. Кроме того, теперь дети-инвалиды, которые учатся на дому, могут получать компенсацию за двухразовое питание.